итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал параде и в общем то что я хочу сказать я хочу сказать что мы сейчас будем обозревать интересную команду команду вот это вот такие самые не ставы хака цук по моему я так назвал это моя первая команда по моему которая построена чисто на ниндзя кацуков потому что конанных очень хорошо бафает плюс они хорошо все компятся то есть у нас есть хидан который типа поддержка он вешает метки и он типа уроны наносит и если он умрет то ничего страшного при этом конан дает ему дополнительную атаку здесь у нас вот такие вот стоят вещи как вы видите если что если что вот такие вещи стоят то есть чтобы хидан отжирался немножко чтобы он не так быстро умирал особенно если у вас как и молнии вместо какие огня то есть я думаю эта команда со многими как и подойдет значит кисам и кисам и у него стоят скилброки как вы видите вот такие то есть он чакру высасывает многими способами как чизом своим так и когда его кто-то пытается атаковать также он бафает себе атаку каждый раз когда кто-то умирает на поле я думаю если бы я скилброчил себе сасори сто кукол то в таком случае я бы в эту команду сасори поставил чтобы короче много юнита умирала и кисам и короче дофига жирненьким был ну хотя тут палка двух концах опять же когда когда хидан умирает кисам и бафается то есть конан же сама она у него массовая атака она уклоняется она в общем-то красавица и этим все сказано то есть она нереально крутая чувиха бафает всех то есть как я сказал сама уклоняется себя в том числе бафает крутая автоатака и чиз ее обилка она в общем-то поджигает даже тех кто не уязвим к дебафом и ее огонь не снимается это жесть правда в компенсацию и и белка дебильная и она пьет непонятно по каким нельзя случайно выбирает какую-то линию ниндзя и бьет по ним если повезет то подожжешь сразу троих и как бы они не смогут себя снять это поджигание и так далее а если не повезет то одного юнита и все при этом урона очень мало это белка наносит поэтому ее в последнюю очередь следует применять значит конечно же кисам и кисам и к сожалению к сожалению у него есть одна большая проблема что типа он не увеличивает кулдауна пила то есть его по ходу понерфили он просто интераптит и увеличивает на 20 количество чакры требуемой для применения опилки это конечно гораздо слабее также урон у его обилки так себе но в принципе учитывая что он бафает себе постоянно урон и от количества чакры и от умерших юнитов в принципе его уроны растут экспоненциально плюс он перезаряжает свою белку когда его бьют и в общем то единственная проблема это дебафы то есть если кто-то какой-то и тачи его за контроли то это будут проблемы однако если контроль высок то не факт что вообще за контролит это чувиха конан может уклоняться от всяких контролей хидан ну пусть его контролят сколько хотят гг конечно уязвим контролю тоже но но он в принципе в первом раунде применяет свою белку и дальше он и чисто поддержкой служит поэтому его не обязательно той трогать то есть в первом раунде он накачивает 20 чакры дополнительно то есть применяем мы кисамы ну и из потом после того как кисамы применился где применяется потом мы ждем немножко пока кисамы например походит пока у него много чакры и потом применяем курзат хидана кстати эта команда автобойная но то есть того же курзат хидана его легко прервать а его метки они могут быть очень полезными некоторых случаях ну и в принципе мы такие вот дамажим руки самую стакается урон как бы проблема в чем то есть преимущество этой команды над моей основной с и доминато то что минато не начинает с первого же раунда прямо вот начал собой и сразу же начинает дамажить и преимущество этой команды над команды с кимимара то что кимимара не бафает себе атаку а бафает защиту а для близ команды бафать себе защиту это уже плохо а при этом не бафать атаку это еще хуже то есть нам наоборот нужно атаку атаку еще раз атаку эти самые в этом лучше чем кимимара у кимимара есть свои преимущества также он короче я поменял ему скилл брок на авто атаку то есть на y плюс один поставил то есть что он просто фигачит короче горизонтальную линию противника то есть он пробуривает насквозь строй противником и так как он стоит посередине то велика вероятность что посередине будет стоять два ниндзя вражеских и это будет круто то есть в принципе нам комбо чтобы у него случались не обязательно он все равно как бы довольно быстро или хидан там своей обилкой или кто-то другой может комбо нафигачить и тогда мы высосим у противника чакру плюс если противник будет нас атаковать и при этом у него будет не потрачена чакра то он тоже будет ее терять по 15 единиц давайте-ка я пас покажу вам как это работает вот на массе на массе как обилка работает да сейчас у нас под музычку все это происходит ну возможно варенье музычкой закончится напишите кстати под видео чтобы я знал блин а я же у меня был этот опрос и обычно да у меня обычно просто вот на автобой путь будет пам ой он всех убил ну ладно ладно на неувязочка вышла как вы видите все абсолютно прокастовываются первом же раунде но это если повезет высосать чакру противника то есть нам всего лишь 20 чакры не хватает чтобы прокастовать все объеме и если противник будет неосторожен и не применит свои объемки сразу или у него будет много чакры кто-то накачает ему чакру то мы сможем проблицовать очень даже хорошо даже на автобое на каком-то то есть как вы видите я теперь с этой команды буду на автобое ходить кимимара с хируса нам тоже хорошая близ команда но быть хорошим недостаточно нужно быть лучшим в современном мире видите хидан еще увеличивает урон в чем прикол что нет и это это и для самого хитана хорошо плюс когда конан авто атакует у нее как раз шанс начать комбо для хидана и то есть он может еще и числась прокомпить что тоже неплохо очень хорошая команда очень хорошо все друг с другом компятся при этом я люблю акацук и я люблю эту конан и фактически эта команда она вот в последний день спасала меня то есть она отговорила меня то есть я придумал эту команду и передумал уходить из игры так вот получилось блин к сожалению вот когда против одного юнита то обилка конан в приоритете и она начинает кастовать и хотелось бы чтобы хитан оставал но я ее на последнюю позицию не хочу ставить потому что последняя позиция самая слабая я не хочу чтобы конан была слабой так вот напишите хотите ли вы чтобы я обозревал команды под музыку или без музыки вообще больше фановые видео под музыку подключил ну вот видите даже на одну цель а на одну цель тут смотрите 430 тысяч у противника г.п. учтите это то есть я никого еще не убил и это интересно так получается ну в общем да да это это адская команда на самом-то деле я ее уже пробовал варенье просто не мог остановиться значит также в стронхопрочинг естественно самый сложный на автобое зайдем я люблю самый сложный стронхопрочинг на автобое проходить это как бы доказывает что-то кому-то вам 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 В общем, я давно хотел себе, чтобы у меня была команда Акацуку. Но её никогда не было, к сожалению. А теперь будет. Теперь у меня будет крутая команда Акацуку. Возможно, кстати, мне стоит попробовать ещё скиллброк какой-то получить на Кисаме. Потому что он же не полностью про скиллброчен. Но это будет сложно. То есть, прокачать его Чиз. Потому что, видите, он Чизом своим неплохие урона наносит. Я, кстати, такой команды именно с Курзетхиданом не видел. Зачастую они ставят с Какузу снова. То есть, вообще никакой у них разнообразия нет. Вот. Взяли, поставили. Короче, Какузу со скиллброченым Кисамы, акулой вот этой вот и с новой коном. И, то есть, вот тебе готовая команда донатера для начала игры. Да, это, конечно, жёстко, но это не креативно. Понимаете? Это совсем не креативно. Так, давайте к арену. Здесь вот так. И нам нужно много побед на арене. У меня там миссии всякие есть на эту вещь. Давайте на автобое попробуем. Или не попробуем. Но сначала на автобое. Мне лень просто сражаться. Так, чё попалось? Что-то не то совсем. Интересно, он сдастся? Пампс. Бесят эти анимации. Вообще не для моего компа, если честно. Видите, насквозь пробивает и критует ещё и по джинпаче. Ну вот и всё. Ой, надо было, наверное, не отступать, кстати. Ну как-то нам везёт на очень слабеньких чуваков. Ща буду, наверное, ммм. Значит, на автобое всё-таки не совсем правильно, то, что Конан запускается. Конан не нужно запускать вообще вначале. Хотя бы 20 чакры лучше вообще держать, а ещё лучше сразу 40. Началики сам и запускаем. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну блин, ну что ж нам таких выдают. Это очень странно. Ну ладно, я от победы не откажусь, потому что нам нужно много побед. По-моему, штук 6. Так что я сейчас буду их при вас прямо фармить. Я, кстати, пробовал в ранговой арене и поднял всё немножко. Может при вас попробуем в ранговую арену? Хотя я боюсь, будет улагать, короче, в ранговой арене и из-за этого я могу проиграть. Но может попробуем. Посмотрим. Такс. Субтитры сделал DimaTorzok я не знаю, выбирая каких-то юнитов, Конан не гарантированно именно их будет атаковать. То есть мы особо не можем выбрать, кого она будет поджигать. Как вы видите, Кушина устарела. Полностью и бесповоротно. Даже до Курзатхидана дело не дошло. Ну, Курзатхидан это повезёт, не повезёт, конечно. пригодится он, не пригодится в бою. Можно было бы, конечно, добавить сюда какого-то другого ниндзя, но надо опять же воскрешающегося. А кроме Эдососори, таких вот суперских ниндзя воскрешающихся особо нет. Так, снова ты иди в жопу. Пожалуйста, больше мне не попадайся, товарищ. Будет ли тут кто-нибудь ещё? Ну, сейчас такое время, что вряд ли будет на самом-то деле. Опять ты. Ты обязательно хочешь посражаться, да? Надо было всё-таки... То есть, я тогда правильно поступил, что Гаару вывел из строя. А то теперь у неё будет поле и ещё какая-то фигня. А мы чакру не смогли высосать и применить опилку. Стопа, она иммунная? А, вот теперь не иммунная, а не фига. вон она такую, зараза. Ну, вот видите, немножко ошибся и всё. И тебе хана. Хана. как вы видите просто нас ваншот ну вот так вот так что я хочу сказать что нужно нужно выбирать чудо как опять этого пидораса мне выдаст да если опять его то мы конечно его победим да чё ты переднюю бьешь то вообще чё ли дура вообще вы посмотрите ужасно просто не повезло нам с 1 кайфоном любят курзы кедана и сдается то чего ж ты блять сдаешься у тебя все хорошо происходит ты меня ебешь во все дыры почему ты сдаешься дебил ебаный просто конченые какие-то чуваки так но здесь ясно ли пан или пропал да да и и и минус один ой но мы успели достаточно урона нанести смотрите кстати какая команда то было какая команда кого он теперь будет долго курзат хедана ну красавчик конечно но один этот нас уже не завалит чё еще кто следующим будет снова ты ну ладно может в ранговую пойти но в ранговую так не охота я такой ленивый вообще а то опять психану и уйду из игры так всегда бывает когда я в ранговую иду скилл броченный хашек прерываем его срочно но тут понятно исход ясен какой каратель добавил нам не звучит атаки а еще перезайдем бамп с ваншот и кстати он же ши у него все-таки руки самые есть вампирка то есть вместо какой-то хилки у него вампирка но я заметил что как-то контрольных команд не особо много ну и на кисамыш контроль трудно нафигачить потому что он высасывает чакру и чего только не делает то есть мы просто не даем противнику шансов так ты красавчик мы знаем как тебя побеждать гару сразу фигачим потом потом комбо и дальше мы победили то есть я покажу что вот видите какова разница или гора потом закастует чего-нибудь если конан применять первым так что конан применяйте обязательно последний ну вот и все кто-нибудь еще будет я готов и готов я готов снова ты отступает но я твою команду выучил чувак особенно с минной блейдом использовать кушину и кару это отстойно и ведь я вообще не люблю кушину с гарой это вот моя самая нелюбимая комбинация так тут будет кто быстрее а Ну вот вам Какузу, все дела. Какузуки самые. Без чакры все эти, что Какузы, что еще кто-то, они беззащитны просто. Поэтому у них нужно чакру смактывать. И у меня есть несколько способов. Есть как Чиз, который высматывает чакру, так и при атаке они мне ее отдают. Это как у Саски. Вот этот Саски, он чем противен? Он противен Саски Ринни Шенгански уброченной. Прежде всего тем, что он и хаосит, и чакру высасывает тех, кто его атакует. А это очень-очень плохая комбинация. Неприятная. Приходится прокастовываться с самого начала. И вообще, Саски Ринни Шенган это ниндзя, который больше всего сделал для возрождения Блиц-ниндзя в Наруто Онлайн. То есть, до него кэнсерами все были. А когда его начали использовать, то все стали опять Блицерами. Потому что Блиц, он применяет все обилки в начале, и следовательно, нечего будет высосать у тебя. А ты при этом нанесешь уже какой-то урон. Так, Матара Учиха. Стоп, это маленький Матара. Литов Матара. Стоп, это маленький Матара. Промо. А Конан блокировать, кстати, как повезет. То есть, у нее ж первые две атаки в промахе с 85% шансом уходят. Поэтому она очень такая штучка. Крутая. Так. А вот это не так уж и круто. Видите, я указывал на Куринай, а она накастовала на кого-то другого. Так что все не так уж и плохо. Ну, вообще, нужно было подождать, наверное, с кастом обилки Конан. Да. Это единственный ошибка данного боя. Ты все еще пытаешься. Плюс мне чакры дали. Плюс еще атаки. И все. Ну, сколько будем еще париться, так сказать. Еще пару боев. Один такой, а один, наверное, этот. Ранговый. Попробовать надо. Попробовать надо. Эй! Ты че сдаешься-то? У тебя четвертый Райкаги, и ты мне сдаешься. Ты серьезно? Если это он, то пусть он не сдается, пожалуйста. Пупся. Эй! Че за фигня? Так. Кисамая против Кисамая. У кого больше инициатива, а тут и победит. Так что. Иксо! 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 Кисамая против Кисамой? Чей іксаме будет круще? Иксо! Ну, походу, его. Да, здесь мы проиграем. Увы, ах! Слишком много контроля. Удачного и так далее. Но у нас был шанс на самом-то деле. Ну что, попробуем сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вроде всё. Но, типа, не дают победы. Надеюсь, это не тот же чувак. Так. Ну, таких-то мы... Да уж. Кстати, Кесамы может повышать стоимость применения опилки для двоих сразу юнитов, а не для одного. И благодаря тому, что он повышает на двадцать, типа, стоимость применения опилки, он может блокировать такие вот дешёвые опилки на первый раунд у других противников. Ну, блин. Так, попробуем вот эту вот фигню. Ну, он всё-таки смог это сделать, сучара ванюча. Эй, ты чё творишь? Я не успел, мне нужно было применить опилку кону раньше. У него больше инициативы? Ну, тогда это безнадёжно. То есть, мы не можем победить, если у нас меньше инициативы. Просто не можем физически. Так. Ну, вот этого, может быть, сможем победить, а может быть и не сможем. Ну, там, вот здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь все зависит от того... У кого больше... Инициативы... Да... У него больше инициативы... Значит, у нас нет шансов... Видите... Начинается фигня всякая... итак здесь ну здесь легко будет относительно победить такс во первых раз во вторых два ну и у него нифига нету потому что он наверное хотел как-то другу по-другому прокачать так опять же у кого больше инициатива тут и рулит у него больше инициатива он рулит все тут как вы видите все схуд сводится к инициативе и и и и и и да она случайно применять свою белку поэтому ее даже целиться не надо это конан но ее опилка блин такая красивая но такая бесполезная такая блин ну как сказать бесполезно итак смотрим кто первый скастует тот и победит что-то всегда мы проигрываем что не есть хорошо да хватит уже видите бабах и пол эпоха по нету это потому что донатер видите донатер чем открыт упачек отличается на арене тем что дать тем же чем донатеры обычно отличаются никакой разницы между ареной и обычным боем у нас в принципе нету смотрите вот у меня по полной все как бы стоит как надо но все равно нам не хватает инициативы и других вещей и 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 добиваем просто всю команду вот видите я донатер у меня пол миллиона мощи естественно ему ничего не светит corrupt и фурд AN доедает не допитое ну а на этом я с вами прощаясь вот такая вот команда как вы видите есть у него конечно недостатки например делать Самый уязвим к дебафам. Например, инициатива. В зависимости от инициативы. Что еще? В принципе... Не знаю. У нее, типа, таких недостатков нет. Но и преимуществ тоже, типа, не очень много. То есть, в принципе, Конан тоже уязвим к дебафам. ГГ можно блокировать. Ну, хотя ГГ сложно блокировать, хоть и можно. То, что Курзетхидан, у него мало инициативы. И если он свою обилку кастует, то надо осторожно это делать. Вот какие недостатки. Преимущества же очевидны. То есть, в первом раунде много урона. Крутая блицовая команда с Акацуками. А для Акацук блицовых команд не так уж и много. То есть, это Какузу, это, собственно, Кисамы. В том числе и вот эта команда. Ну и вот две такие вот... Две команды с Какузу и с Конанами. Ну, типа, с Кисамами. И всем пока-пока.